Сейчас много разговоров идет о том, что застраивают стадион, значит негде заниматься будет, но это совсем не так. Да, действительно планируется на тех площадях, где раньше находился стадион, сегодня там стадиона нет, трибуны нет, ничего там нет, одно поле заливают, коток найдем и все. Ну и стоит, конечно, спортивный зал, в который уже тоже пришел в ветхое состояние. Поэтому есть такие хорошие предложения и от владельцев этого участка, и от спонсоров, которые хотят построить, а это Рязанская компания, Новый город, группа компаний, которая очень много построила в Рязани и пришли сюда с хорошими проектами. Как один из проектов здесь, значит, когда посмотрели, сняли это все и со спутника сняли, и посмотрели так, посмотрели то, что сегодня представляет этот стадион, ну, у него стадион назвать нельзя. У нас такие стадионы и у комбайнового завода, разваленный стоит, к сожалению, и у штампа. Вот, поэтому принято такое решение, вот где спортивный зал, значит, его полностью за свой счет, я повторяю, за свой счет инвесторы полностью произведут реконструкцию, значит, где нужно увеличат отдельные помещения для того, чтобы там занимались ребята. Я вам дальше скажу, сзади этого спортивного зала будет пристроен 25-метровый бассейн, 6 дорожек, значит, будет пристроен фитнес-зал, будут секции различные, бокс, борьба, для этого тоже будут построены помещения. Дальше, хорошее предложение у инвесторов есть, чтобы сегодня инвалиды по существу в спортивных залах редкие гости, вот, они сейчас продумывают вопрос о том, как сделать подъемник для того, чтобы опускать инвалидов в плавательный бассейн. Такое, значит, в Рязани, оно такое сделали. Дальше, значит, пантусы поделать, чтобы инвалиды могли или на лифте, или по пантусам могли подниматься в спортивный зал. Продумывают вопросы лифтового хозяйства, вот, сделают там для них игровые виды спорта, для инвалидов, игровые виды спорта. Ну и плюс к тому, что вот в бассейне будут, конечно, трибуны, чтобы можно было проводить не просто так вот плавать, да, а проводить соревнования. Кстати говоря, в пролетарском районе нет бассейна. 170-175 тысяч жителей ни одного бассейна. Кроме того, значит, будут построены пять домов. Но эти пять домов построены будут, они не будут ущемлять ни жителей пролетарского района, ни жителей того микрорайона, где они будут находиться. Будут построены три спортивные площадки, это мини-стадионы. Это не просто спортивные, три спортивные площадки с общим, значит, объемом где-то 38 тысяч квадратных метров. Кроме спортивных площадок будут детские площадки. Огромное место отводится, значит, встроено-пристроенным объектам общественного назначения. Это аптеки, кафе, значит, анимации будет. Это не просто анимация, там, 100 квадратных метров, это минимум 500-600 квадратных метров, где с нашими, будем говорить, детьми, могли заниматься. Уехал человек куда-то в командировку или уехал на день, он может ребенка оставить или с ребенком будут заниматься. Рассчитано где-то будет на 200-150 человек эта анимация. Дальше, места для отдыха взрослых, то же самое, вот обустроенные. Сейчас вот мало, мало так уделяем внимания, места отдыха взрослых. Ну и открытые парковки, где-то на 345-350 автомашин. А то, что сегодня будет, я повторяю, и плавательный бассейн, единственное в пролетарском районе, и игровые и футбольные поля, 3 футбольных поля будет. Значит, 2 теннисных корта будет, плюс старые еще теннисные корты можно сохранить. То есть это будет вполне нормальный, хороший жилой комплекс со встроенными, пристроенными спортивными помещениями.